Прочитать сказки о добре, народных традициях и культуре смогут маленькие балаковцы, которые посещают библиотеки. Сегодня ребятам представили книжную новинку – сборник «Тёплые сказки». Вот эта книга, о которой мы сегодня будем вести речь, «Тёплые сказки», она уникальна. Мало того, что там собраны сказки, которые практически никогда не публиковались, это сказки коренных и малочисленных народов России. Они собраны в литературных экспедициях учеными, фольклористами, работниками библиотек, у стареньких бабушек, которые ещё живут в отдалённых деревнях. Они прекрасно иллюстрированы, эти сказки. Они очень добрые, умные, и, конечно же, они будут учить наших детей всему светлому и хорошему, что ждёт их в жизни. «Тёплые сказки» – это культурный проект, который реализовала компания «Т-Плюс». В сборнике истории из 16 регионов, где работает эта компания. Добрая акция по передаче книг библиотекам приурочена к Дню энергетика, который отмечается 22 декабря и к Новому году. В городах «Присутствие Т-Плюс» необычные книги передают в библиотеки, чтобы дети могли прочитать и познакомиться с языком, бытом и культурой тех народов, которые проживают в России. «Все сказки написаны на языке тех народов, где они были записаны. Рядом перевод на русский язык. Все книги проиллюстрированы, причём это не просто какие-то там абстрактные рисунки. Это рисунки, которые отражают дух тех народов, где были записаны сказки. То есть там национальная одежда, национальное верование, национальный быт, который окружает этих людей. Всё это есть в сказках. Ну и мы живём в 21 веке, поэтому цифровая эпоха. На каждой сказке есть QR-код. При сканировании мы попадаем на специальную страницу в интернете, где эти сказки можно не просто прочитать, но и прослушать. Во-первых, прослушать на национальном языке, и рядом можно прослушать их на языке русского. Это только кажется, что современные дети мало читают книги, отмечают библиотекари. На интересные и необычные издания они точно обратят внимание и обязательно прочтут. Может быть, даже с родителями. Потому что сказки можно читать в любом возрасте, особенно если они добрые и тёплые.